Пожалуйста, вы любите хоккей, я даже видел ваши твиты во время Чемпионата Мира. Как вы смотрели Чемпионат Мира и что у вас больше всего впечатлило? Ну, на самом деле я, конечно, переживаю и болею за наших хоккеистов. Россия – великая хоккейная страна. Вот именно слово «великая хоккейная страна». У нас великие хоккеисты, у нас огромная хоккейная история. История наших побед. У меня есть песня про хоккей «Лёд и пламя». И, конечно, я при любой возможности стараюсь болеть за наших, смотреть эти матчи, посещать. Я был на двух олимпиадах, болел за наших. Поэтому, конечно, для меня хоккей – это наша гордость. А есть хоккеисты, с которыми знакомы, дружат и общаются? Я даже не буду пересчитать, я со многими знаком. Ну, и с Фетисовыми, Владиславом Третьяковым. Многие-многие хоккеисты. А если я кого-то и не знаю, то меня знают. А последний вопрос такой. Во время Чемпионата Мира какой момент вас особенно зацепил? Был же полуфинал с Америкой, было разочарование с Канадой, была какая-то история с Гимном, был со Шведами матч. Какой-то хайлайт самый главный для вас был. Что вы вспоминаете в первую очередь об этом Чемпионате? Ну, во-первых, радостные моменты, конечно. Это наши победы, наша игра с американцами. И вообще, в принципе, серебро – это для нас на сегодняшний момент, я считаю, это хороший момент. Трудовое серебро такое. С другой стороны, совершенно непонятная история, очень трагическая, я считаю, когда наши вышли с Альда во время исполнения Гимны. Вот это тоже меня потрясло. Это вот два таких эмоциональных момента. Я до сих пор не понимаю, как так произошло, и до сих пор не понимаю, почему в прессе и везде нет объяснения этому моменту. Для меня это очень горько, потому что для страны сейчас очень тяжелое время. Нас любым способом пытаются унизить. И вот этот эпизод очень нехороший. Я вот до сих пор переживаю очень сильно по этому поводу. Не так сильно переживаю, что мы с таким счетом проиграли канадцам, как вот именно этот эмоциональный эпизод, когда наши ушли в время Гимны. Спасибо вам большое.